Здравствуйте, уважаемые слушатели! Разрешите представить тему лекции внедрения обязательного медицинского страхования. Как мы все знаем, что здоровье – это самая большая ценность для всех людей. Обязательное медицинское страхование стало одним из самых главных внедрений 2017 года в Казахстане. Если раннее медицинское страхование на протяжении многих лет действовало в категории как добровольное, то внедрение обязательного медицинского страхования в Казахстане несет в себе колоссальные изменения. Система обязательного медицинского страхования поможет Казахстану идти в ногу со временем, а также стимулировать дальнейшее развитие страхового рынка. Ведь ни для кого не секрет, что в развитых странах мира практикуется медицинское страхование и является основной частью жизни. План нации 100 конкретных шагов. Восьмидесятым шагом является внедрение обязательного медицинского страхования, усиление финансовой устойчивости системы здравоохранения на основе принципа солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Цели внедрения обязательного медицинского страхования являются как достижение общественной солидарности, укрепление собственного здоровья, разделение бремени, охраны, здоровья населения, обеспечение финансовой устойчивости системы, обеспечение устойчивости системы к внешним факторам и росту затрат, обеспечение прозрачности и справедливости системы, повышение эффективности системы, достижение конечных результатов доступности, полноты и качества услуг, обеспечение высокой компетенции, конкурентоспособности системы. Основные принципы системы обязательного медицинского страхования являются как универсальность, то есть обязаны участвовать все проживающие жители, каждый должен платить взносы, социальная справедливость, взносы экономически активного населения зависят от платежеспособности, то есть доходов, взносы за экономически неактивных платит государственный бюджет из общих налогов, солидарность, каждый застрахованный имеет право на медицинскую помощь, оплачиваемое обязательным медицинским страхованием вне зависимости от суммы уплачиваемых взносов. Внедрение обязательного медицинского страхования осуществляется в комплексе с дальнейшим развитием системы здравоохранения Казахстана, развитие системы общественного здравоохранения, создание службы общественного здравоохранения, развитие межсекторального взаимодействия, совершенствование профилактики и управления заболеваниями, приоритетное развитие ПМСП, интеграция всех уровней медицинской помощи вокруг интересов пациента, повышение эффективности управления и финансирования системы здравоохранения, управление качеством медицинской помощи, создание объединенной комиссии по качеству, развитие менеджмента и корпоративного управления в здравоохранении. Также повышение эффективности использования ресурсов и совершенствования инфраструктуры отрасли, эффективное управление человеческими ресурсами, реализация национальной политики лекарственного обеспечения, повышение эффективности оснащения медицинским оборудованием, о развитии инфраструктуры здравоохранения на основе государственного частного партнерства. Основные подходы изменения законодательства по обязательному медицинскому страхованию являются расходы фонда медицинского страхования, медицинское обеспечение военнослужащих, сотрудников специальных и правоохранительных органов, пенсионеров этих органов, отдельных категорий государственных служащих, членов их семей. Цель – упорядочение механизмов оказания медицинской помощи и оплаты услуг, исключение двойного финансирования. В законодательные акты внесены поправки части, определение порядка оказания медицинской помощи, определение порядка возмещения затрат фонда социально-медицинского страхования и источников финансирования, внедрение упрощенного порядка регистрации членов семей в целях оплаты взносов за них государством. Основные подходы изменений в законодательстве по вопросам здравоохранения – это передача медицинского обслуживания учащихся и воспитанников из системы образования в систему здравоохранения. Целью является укрепление и охрана здоровья учащихся и воспитанников, привитие навыков рационального и правильного питания, повышение грамотности в вопросах полового воспитания, информационная работа по формированию здорового образа жизни, повышение солидарной ответственности среди педагогов, родителей за состояние здоровья детей, передача медицинского обслуживания в организациях среднего медицинского образования интернатного типа и организации образования для детей, сирот и детей. Ожидаемые результаты – повышение качества медицинской помощи, формирование моделей здорового образа жизни, пропаганда отказа от вредных привычек, привитие навыков, поддерживающих психическое и эмоциональное благополучие, снижение распространенности поведенческих факторов, риска учащихся и воспитанников, повышение квалификации медицинских работников в организации среднего образования интернатного типа. Основные подходы изменений в законодательстве по вопросам здравоохранения являются цель обеспечения доступности медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи лицам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи наравне с гражданами Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с перечнем, определяемым уполномоченным органом, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными в Республике Казахстан. Основные подходы изменений в законодательстве вопросом здравоохранения – лекарственное обеспечение. Цель – обеспечение единых эффективных подходов по закупу и оплате, обеспечение качественными лекарственными средствами и медицинскими изменениями. В законодательный акт внесены поправки в части, гармонизация терминологии с требованиями, определение компетенции по закупу и оплате расходов, внедрение этических норм продвижения лекарственных средств, введение нормы бессрочной перерегистрации лекарственных средств, произведенных в условиях ИСО, усиление пострегистрационного контроля за обращением лекарственных средств, гармонизация требований в сфере обращения медицинских изделий. Основные подходы изменений в законодательстве по корпоративному управлению. Целью является внедрение корпоративного управления и современного менеджмента в системе здравоохранения для повышения эффективности управления медицинской организацией. Предлагаемые изменения – расширение полномочий наблюдательных советов, определение наблюдательного совета как органа управления, введение понятия независимого члена наблюдательного совета и установление их количества не менее 30% от состава наблюдательного совета, внедрение служб внутреннего аудита. Ожидаемые результаты – принятие эффективных и коллегиальных управленческих решений, повышение статуса наблюдательного совета и ответственность за принимаемые решения, принятие независимых и объективных решений, усиление контроля за финансово-хозяйственной и медицинской деятельностью. Основные подходы изменений в законодательство в сфере медицинского образования целью является модернизация системы медицинского образования, достижение качества подготовки кадров здравоохранения Республики Казахстан на основе внедрения наилучшей международной практики и стратегического партнерства казахстанских медицинских вузов с ведущими зарубежными медицинскими школами. Предлагаемые поправки законодательства – это введение понятий такое, как стратегическое партнерство, университетская клиника, ожидаемые результаты – повышение качества клинической подготовки и повышение готовности к самостоятельной практической деятельности выпускников медицинских вузов, создание условий для эффективной клинической подготовки университетских клиник и интегрированных академических медицинских центров, развитие медицинского образования на основе триединства клинической практики, медицинского образования и научной деятельности, обеспечение условий для эффективного внедрения наилучшей международной практики в систему подготовки. По мировой тенденции, почему у нас единый фонд, модель единого плательщика абсолютно доминирует в странах Центральной и Восточной Европы и рекомендуется ввоз. Преимущество модели единого закупщика – это обеспечение солидарности при перераспределении ресурсов от менее нуждающихся, более нуждающимся, единый пакет медицинской помощи и равенство в доступе к нему для каждого жителя страны, аккумулирование всех страховых рисков в одном фонде, единые правила распределения средств по регионам и закупа медицинской помощи у поставщиков, мощность переговоров в ходе стратегических закупок, возможность влияния на повышение эффективности системы здравоохранения, сохранение государственной монополии как эффективного инструмента воплощения национальной политики здравоохранения, более высокая эффективность, низкие административные расходы, обеспечение прозрачности и подотчетности обществе, ежедневный мониторинг поступления взносов и средств, ежемесячный мониторинг оказанных медицинских услуг, предоставление выполномоченной органы стандартных отчетов в использовании средств, публикация ежегодного годового отчета для общественности, введение веб-сайта фонда медицинского страхования, на котором будут размещаться стратегические документы, информация застрахованным, информация о поставщикам, результаты разных анализов, обзоров и исследований в области оказания медицинской помощи, публикация рейтингов поставщиков, регулярные целевые встречи с заинтересованными сторонами. Ключевые проблемы системы являются как финансовая неустойчивость. Для подготовки полноштабного внедрения обязательного медицинского страхования совместно с Акиматом Карагандинской области предусматривается внедрение с 1 сентября пилотного проекта, в рамках которого будет протестировано предоставление некоторых услуг из пакета обязательного медицинского страхования. И в рамках пилота населению будут предоставлены профилактические осмотры для трудоспособного населения, расширенная реабилитация, на которую будет выделяться в среднем 2,3 миллиарда тенге. Наша с вами задача создать новую эффективную систему здравоохранения, достигать больших результатов с помощью меньших затрат. Это значит сделать так, чтобы люди меньше болели, уделяя большее внимание профилактике болезней и укреплению здоровья населения. К настоящему моменту сформирована нормативная база, ведется масштабная разъяснительная работа, решающая вопросы автоматизации, оснащения, цифрофизации сферы здравоохранения. И мы ожидаем видимый эффект повышения доступности и качества медицинской помощи населению, включая финансовую обеспеченность двух пакетов. В целом можно говорить о высокой степени готовности к внедрению системы обязательного медицинского страхования и новых подходов оказания медицинской помощи. Основные риски являются как риск роста потребления услуг, риск роста стоимости здравоохранения, риск недостаточности государственного бюджета и возможности компенсации, риск неэффективности, недостижения конечных результатов. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова